На ледовой арене в Пинске продолжаются встречи в рамках открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею среди команд высшей лиги. Так, в понедельник 20 сентября пинским ястребам противостоял авиатор из Барановичей. Встреча закончилась со счетом 3-0 в пользу пернатых. На следующий день, во вторник 21 сентября, вновь состоялась встреча между этими командами. Наблюдалась определенная интрига, а вдруг авиатору удастся отыграться. Однако, к счастью, у пинских ястребов для них все сложилось более чем удачно. Уже на седьмой минуте ястребы поражают ворота гостей и вырываются вперед. А на 22-й минуте счет становится 2-0 в пользу пинской команды. К концу встречи пинские ястребы изобили шесть шайб ворота гостей, оставив свои ворота нераспечатанными. 6-0 – таков результат второй игры и убедительная победа над авиатором. К этой игре очень долго готовились в плане как тренировочного процесса, так и в плане просмотра видео и тактических схем. Очень много работы было проведено. Но достаточно хорошо подошли к матчам. То есть есть определенный рисунок игры, моменты есть, но реализация пока немножко хромает. Новый сезон для команд высшей лиги начался 2-го сентября. За это время ястребы сыграли уже 8 игр. В 4-х выиграли, в 4-х потерпели поражение. К новому сезону команда практически набиралась с нуля. Тренерский состав также был обновлен. Команда с нуля набиралась, так как команда высшей лиги. Ну, то есть это как вратарей, как защитник, как нападающий. Есть, которые играли по высшей лиге много. То есть это старший возраст 2000, 2001, даже 2002 где-то они зацепили немножко хоккея высшей лиги. Ну и лимитчики есть 4-й, 5-й год. То есть они только выходцы из юниорок, из детско-юношеских школ. Ну, они вроде тоже как бы подтягиваются, стараются. В последние дни сентября на домашнем льду пинские ястребы проведут еще несколько встреч с другими командами. Так 26 и 27 сентября их соперником станет хоккейный клуб «Брест-2». А 30 сентября им будет противостоять хоккейный клуб «Соболь». Продолжение следует...